Траурная служба в соборе Парижской Богоматери. Сотни пришедших сюда скорбят о погибших в Тулузе. В понедельник утром в еврейской школе в Тулузе неизвестный застрелил троих детей и раввина. По словам очевидцев, нападавший скрылся с места преступления на мотороллере. Мы скорбим. Я скрываю свои слезы, но я поражен произошедшим. Все мы шокированы случившимся. Те же чувства испытывают и французские политики. В стране временно приостановлена предвыборная кампания. Сразу после произошедшего на месте преступления побывал президент Франции Николай Саркази. Во всех школах страны пройдет минута молчания в память о погибших учениках. Это не только ваши дети. Это наши дети. Соперник Саркази на предстоящих президентских выборах Франсуа Олан также отменил все свои выступления и прибыл в Тулузу. Я приехал для того, чтобы выразить свою солидарность с семьями погибших. Преступление совершено в еврейской школе, поэтому речь здесь идет не только о крайней жестокости, но и об антисемитизме. Пока следственным органам удалось остановить одно. Преступление в Тулузе – лишь один эпизод в целой серии нападений. Преступник использовал то же оружие, что и для убийства троих военнослужащих на прошлой неделе в том же регионе Франции. Прокуратура ведет расследование по подозрению в терроризме. Между тем во Франции в связи с террористической угрозой усилены меры безопасности. Все еврейские школы, центры и синагоги в стране находятся под усиленным контролем. Продолжение следует...